МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Попросили не выезжать за пределы города из-за роста заболеваемости коронавирусом. Сквер имени Дзержинского отремонтируют за 15,5 миллионов рублей. Сейчас в мэрии ищут подрядчика. Оренбуржец в третий год добивается надбавки к пенсии за вредные условия труда. В пенсионном фонде заявили, что она ему не положена. Об этом и многом другом далее в выпуске. Денис Паслер внес изменения в антикоронавирусный указ. Работу объектов общепита продлили на один час. Теперь кафе и рестораны могут быть открыты с 6 утра до 12 часов вечера. Ограничения не распространяются на работу доставок, а также точек обслуживающих работников организации. Проводить корпоративы, свадьбы и поминальные обеды по-прежнему запрещено. Также Денис Паслер обязал перевести на дистанционную работу беременных женщин. По данным Минздрава, сейчас 32 оренбурженки находятся в ковид-госпитале на базе ОКБ номер 2, две из которых в реанимации. За все время пандемии в регионе умерли три беременных женщины. Кроме этого, на удаленку должны уйти сотрудники старше 65 лет, а также страдающие хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и заболеваниями органах дыхания. Также глава региона уточнил, что организации отдыха детей должны принимать ребят только при наличии ПЦР-теста. Результаты должны быть получены не ранее, чем за три дня до заезда. Администрацию Оренбурга обязали заняться проблемой бездомных животных. Оренбургский областной суд признал бездействие мэрии в отношении бродячих собак незаконным. Напомним, ранее Ленинский районный суд отказал в иске прокуратуры о признании незаконным бездействия городской администрации. Уже областной суд отменил это решение и признал требования надзорного ведомства обоснованными. Теперь мэрия, а также управление ЖКХ города должны выполнить свои обязанности в вопросе бездомных животных в соответствии с действующим законодательством. Самая трудная ситуация с заболеваемостью коронавирусом на востоке области. Жители Орска даже попросили не выезжать за пределы города. Об этом заявила министр здравоохранения Татьяна Савинова. На заседании правительства она также рассказала о темпах вакцинации. Жители Орска просят не выезжать из города из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Однако это ограничение носит рекомендательный характер. Напомним, половина всех новых случаев заражения COVID-19 приходится именно на Орск. Об этом сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова. В понедельник уехала группа специалистов помогает больницам из орган тренинг-доктора. Сейчас я туда отправила еще в лечение в инфекционную больницу. Сейчас приедут к сотрудникам здравоохранения. У нас проблема в колькодоречивании в Орске. В скорой помощи есть вопросы. В Орске у нас продолжает очень сильно болеть. К сожалению, по понедельнику, действительно, прошлого понедельника продолжается рост в практике обращающихся с диагнозом Морзоя. Но плюс потенциально, конечно же, очень маленькая часть ковидных пациентов. Татьяна Савинова заявила, что чем хуже привит муниципалитет, тем выше уровень госпитализации. По ее словам, Орск привит намного хуже, чем другие муниципалитеты. По данным областного Минздрава, в Оренбурге вакцинировали 44% населения. В порядке 404 тысяч человек. На прошлой рабочей неделе в день делали порядка 10,5 тысяч прививок в день. Это очень хороший темп. Этот темп нам позволит достичь отметки в 60% к сентябрю месяцу. Отметим, через две недели в Минздраве планируют начать ревакцинацию населения. Прививать будут спутником «Лайт» один раз. Также в России к 20 сентября планируют начать вакцинацию от коронавируса среди подростков. За сутки в регионе зарегистрировали 276 новых случаев заболевания COVID-19 и 5 летальных исходов. Всего в области коронавирусом заразились более 51 тысячи человек. Агрохолдинг семьи черномырденных в Оренбургской области выставили на торги. Это крупнейшее предприятие, которое раньше имело доли в 20 сельскохозяйственных организациях области. Его ванкротство отдалило развитие региона на 6-8 лет. Тема продолжит Валерия Шарова. Научно-производственное объединение «Южный Урал» семьи черномырденных выставили на торги за 487 миллионов рублей. Это предприятие раньше было крупнейшим аграрным холдингом Саракташского района. Ему принадлежали акции растеневодческих хозяйств, свинокомплекса, Оренбургский бекон, селекционно-гибридного центра, центра трансплантации эмбрионов и многих других. Сейчас данные предприятия, как нам рассказал журналист 56 ОРБ, нашли новых инвесторов. Сейчас, наверное, осталось, может быть, 2-3 предприятия, да и те в плохом финансовом состоянии. Ведь можно было за эти годы действительно выйти на совсем другой уровень производства, другой уровень интеграции. То есть воспользоваться вот этой хорошей нынешней конъюнктурой продовольственной, когда дорогие цены. Саракташский район был один из самых у нас в области финансово обеспеченных. И район донор, то есть у них были хорошие налоговые поступления. Ну, нет, сейчас это совсем другая картина. Вот, конечно, нас просто вот эта вот вся история отбросила, ну, лет на 8 назад. То есть мы 8 лет потеряли. Таким образом, после смерти экс-премьера Российской Федерации Виктора Черномырдина, предприятие постепенно набирало долги. НПО принадлежало его старшему сыну Виталию и племяннику Александру. Через 6 лет сумма просроченных долгов перед 44-мя контрагентами составила почти 5 миллиардов рублей. Сегодня агрохолдинг в бедственном положении. Половина банкротского имущества организации на сумму порядка 220 миллионов рублей находится в залоге. Валерия Шарова, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ. Инвестиционная привлекательность в регионе должна вылечиваться. Такую задачу перед главами Кувандыка Миногорска поставил вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов. Какие еще решения были приняты в ходе рабочего визита в Кувандык, расскажет Юлия Тюшевская. Вице-губернатор по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области обсудил с главами Миногорска и Кувандыка перспективы развития инвестиционный потенциал этих городов. Игнат Петухов отметил, что привлечь средства в регион невозможно без помощи муниципалитетов, так как большинство рабочих мест и достойная заработная плата сконцентрированы именно в районах Оренбургской области. Мы прекрасно понимаем, что в отдельных местах мы не дорабатывали, не дорабатывали с точки зрения взаимодействия с муниципалитетами. По сути, работа была точечная в рамках прогноза социально-экономического развития, но это раз в год плотное взаимодействие, а на протяжении года, скорее, взаимодействие не выстраивалось. Поэтому наш приоритет выстроить это взаимодействие между муниципальными органами власти и региональными органами власти, так, чтобы в первую очередь органы власти понимали муниципально, на что они могут претендовать с точки зрения мер поддержки конкретных предпринимателей. В ходе разговора об инвестиционной привлекательности в области глава Кувандыка Виктор Пауков рассказал о нескольких проектах, которые сейчас реализуют в городе. Один из них достаточно известный и пользующийся спросом – горнолыжный комплекс «Кувандык-365». Сейчас организация находится на стадии перехода в автономное учреждение. Создано 40 рабочих мест, из них 17 только постоянных. Ну и на самом деле, наверное, большего, большего, может быть, только в качестве услуг можно ожидать. Но с развитием вот этого предприятия появляются возможности в самом городе. Это зона обслуживания, это кафе, это гостиницы. Прошлый год, когда мы жили в период пандемии, он показал, что вот встала Кувандык-365 и закрыли все гостиницы. Стоит отметить, что теперь в области есть программы поддержки промышленных предприятий, в рамках которой руководителям доступна кредитная ставка, не превышающая 5%. Для более подробной информации можно обратиться в региональный фонд развития промышленности. Юлия Тюшевская, Городской телеканал ЮТВ 60-летний оренбуржец в третий год добивается заслуженной пенсии. По его словам, за вредные условия труда ему не дают надбавку. Что отвечают в пенсионном фонде и как на это реагируют работодатели, расскажем в следующем материале. Владимир Якунин 19 лет проработал на четырех разных предприятиях Оренбурга. Инверторы, Газпром, Автоматики, Электрогази и СТС. Везде, по словам мужчины, у него были вредные условия труда. Сейчас он хочет уйти на заслуженный отдых досрочно, но сделать этого он не может. А дело все как обычно в бюрократии. Не хватает справки о том, что у Владимира были вредные условия труда. Вредность не засчитали, потому что был оператор-гальваник, хотя в приказе написано на устройственной работе, что я оператор-гальваник со сдельной оплатой труда, с вредными условиями труда. Но справку предоставили без условий труда. И суды все рассматривают, только что я оператор-гальваник, без вредных условий труда. В 2018 году Владимир подал заявление в Дзержинский суд на предприятие «Инвертор». Согласно вынесенному решению, Владимир имел право на получение льготной пенсии. В пенсионном фонде же с решением были не согласны и подали апелляцию. Эту инстанцию Владимир уже проиграл. Суды апеллируют то, что не хватает данных. Предприятие не выдает дополнительные данные, ссылая, что только будет разговаривать с судами. Я просто хочу справедливого решения. Когда человек отработал вредных условиях труда, он должен достойно уйти на заслуженный отпуск. В пенсионном фонде пояснили, что работодатели предприятий своевременно не подтвердили условия труда и рабочий график Владимира. Также там заверили, что согласно представленным отчетам, Владимир Якунин проработал во вредных условиях труда 3 года, тогда как для получения льготной пенсии необходимо отработать 7,5 лет. Из-за этого сегодня он может претендовать лишь на общую пенсию, которая идет со стажа. Генеральный директор завода «Инвертор» отказался давать оперативный аудио или видеокомментарий. Нужно, чтобы работодатель, соответственно, подтверждал это сведениями персучета. То есть он эти условия сдавал с кодом льготы. То есть подтверждал сразу. Если, соответственно, они были бы у нас подтверждены, мы бы льготную справку уже не требовали. То, что если там даже к зарплате какая-то прибавка была за вредность, это еще не дает основания для того, что эта льготная профессия включена. На остальных трех предприятиях ему тоже не выдают справок. На предприятии СТС руководство заявляет, что Владимир работал неполный рабочий день, из-за чего не восполнил свой стаж и теперь не может претендовать на пенсию. Предприятие «Электрогаз» апеллирует тем, что Владимир не получал вредные условия труда, однако есть бухгалтерские выплаты, подтверждающие обратное. Предприятие «Газпромавтоматики» ликвидировано, и личного дела Владимира не сохранилось даже в архиве. Иногда просто кадастровый работник, у которого есть этот пакет документов, он просто не захотел пойти в этот архив, либо организация не хотела заплатить деньги на то, чтобы сдать эти документы в архив, и архив хранил. Мы имеем кучу, ну просто огромное количество проблем, а с вот этими старыми годами, когда люди не могут подтвердить стаж для того, чтобы получить не только льготную пенсию, но вообще какую-нибудь пенсию. Владимир может получить нужную справку, если руководство компании «Инвертор» все же пойдет ему навстречу. Что же касается трех остальных их предприятий, единственный выход – это вновь подать заявление в суд. Однако проблема и в том, что найти грамотного и добросовестного юриста крайне трудно, учитывая, что пенсионер уже потратил на эти услуги более 60 тысяч рублей. Работодатели, которые своевременно не подавали в пенсионный фонд отчет о вредных условиях труда, лишают своих сотрудников права на заслуженную пенсию. Тем временем пенсионный фонд лишь разводит руками. Без необходимых бумаг они не могут надбавить средства. Вот и получается, что из-за бюрократической волокиты страдают пенсионеры. Ванесса Петерс, Артем Букреев, Павел Чекмарев, Городской телеканал ЮТВ. В парке имени Гуськова у ЖКХ демонтировали фонтаны. Жители окрестных домов это шокировало, ведь три месяца назад на их ремонт были потрачены деньги. Почему фонтаны пришлось снести, разбирался Александр Кацун. Местные жители всегда с удовольствием прогуливались в парке имени Гуськова. Значимыми точками притяжения для них были фонтаны. Три месяца назад, казалось, их отремонтировали и снова подключили к водоснабжению. Однако неделю назад их снесли. Теперь от фонтанов остались только осколки. Нет ответственности ни у кого за этот фонтан. Ни у ТСЖ нашего, ни у завода. Вот поэтому и снесли. Они снесут быстро, а делают медленно. Никто не ухаживает, наверное, поэтому и произошло. Ну сейчас ремонт идет. Здесь же парк ремонт идет. А как думаете, фонтаны вернут после того? Обязательно. Вернут, конечно. Мы надеемся, что красивый сделают этот парк. Он очень востребованный. Наверное, они морально устарели уже, отстали в дизайне. От современности же делают. Наверное, что-то более привлекательное, интересное для граждан. В мэрии сказали, что их пытались починить, но не смогли. Вот вы к этому как относитесь? Ну, в сути, какие здесь фонтаны были. Действительно, а стоило ли их починить? Фонтаны в парке Гуськово списаны из-за невозможности восстановления в связи с длительным сроком эксплуатации. После осмотра и попытки починить стало очевидно, что это невозможно. Было принято решение их демонтировать. Также в мэрии ранее сообщали, что в парке имени Гуськово отремонтируют пешеходные дорожки. Сейчас в рамках социального партнерства с компанией «Стрела» меняют покрытие на площади около 4000 квадратных метров. Однако жители окрестных домов хотели бы видеть в парке что-то еще, кроме новых дорожек. Детскую площадку хотелось бы тут видеть. Аккуратно. Беседки, лавочки. Хороший благоустроенный парк, где можно было бы посидеть, отдохнуть, с детьми погулять. Например, что именно? Вы имеете в виду из каких-то, ну, может, какие-то маленькие, малые архитектурные формы, там, в виде скульптур для детей. Возможно, небольшие такие вот территории обустроенные для развлечения детских. Да, собственно, и все. Побольше зелени и цветов. Ну, лавки хоть нормальные можно поставить, а то тут скамейки вылет. 5 минут посидишь, спина отваливается, не было катиться, ничего. Также местные жители отмечают, что хотели бы вернуть фонтаны на свои пряжние места. Восстановят ли их или на их место поставят что-то другое, в администрации пока не знают. Александр Кацун, Олег Николаев, Городко, телеканал ЮТВ. В продолжении темы. В Оренбурге сквер имени Держинского благоустроят за 15,5 миллионов рублей. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок. Сейчас парк находится в удручающем состоянии. Как ранее нам сообщали в мэрии, первый этап реконструкции сквера имени Держинского начнется в этом году в рамках выделенных бюджетных средств. Прием заявок продлится до 20 июля. Сам аукцион пройдет 21 июля. Подрядчик должен будет благоустроить центральную аллею, привести в порядок ступени, отремонтировать парапет, установить малые архитектурные формы и другое. Завершить работу по благоустройству в мэрии надеется до 30 ноября этого года. Гарантия устанавливается на три года. В Оренбурге на 76% возрос спрос на кондиционеры. Связано это с аномальной жарой. Как выбрать качественную сплит-систему и во сколько денег это обойдется, узнаете в следующем материале. Жаркий май и июнь заставили оренбуржцев задуматься об установке и техобслуживании кондиционеров. В среднем по России спрос вырос на 143%, в Оренбурге на 76%. Об этом сообщают эксперты Авитоуслуг. Стоимость кондиционеров начинается от 15 тысяч рублей. Но специалисты не рекомендуют приобретать такие модели, так как прослужат они недолго. В среднем качественная сплит-система будет стоить от 22 до 25 тысяч рублей. А установить кондиционер у нас в городе можно в среднем за 5 тысяч рублей. Первое, на что нужно обратить внимание, это на гарантию, которую дает производитель. То есть чем она больше, тем лучше. И сердце кондиционера – это его компрессор. То есть нужно немножко углубиться в детали и узнать компрессор, на каком заводе произведен. То есть если это будет завод Гри или завод Тошиба, это будет хороший кондиционер. Если это что-то другое, конечно, это уже похуже. Ну и пощупать качество пластика тоже нужно. Также Роман считает, что лучше приобретать сплит-системы в компаниях, которые специализируются конкретно на этом, а не в сетевых магазинах, так как разница в качестве существенная. Мое мнение сейчас субъективно, потому что я продаю кондиционеры, но я лично считаю, что кондиционеры в сетях покупать не нужно. Потому что это все делается на поток, это все удешевляется. То есть там одни и те же марки дешевле. То есть мы, например, продаем какой-то кондиционер Electrolux и продает сеть. Я имею в виду это NVIDIA Eldorado и какие-то такие магазины. То есть они продают Electrolux. У них есть отдельная модель, которой нет у других продавцов. И эта модель обязательно будет дешевле. Дешевле за счет чего? За счет того, что там стоит проще компрессор, там стоит какой-то поменьше радиатор, там стоит проще пластик. То есть это все упрощают, сокращают и, соответственно, это не тот товар, который должен быть. С наступлением жарких дней вырос спрос не только на приобретение, но и на ремонт кондиционеров. Так как техника не справляется с рекордными нагрузками. В июне этого года обслуживанием климатического оборудования россияне интересовались на 76% чаще, чем год назад. В Оренбурге рост спроса на ремонт техники составил 17% за месяц. Артемий Лебедев принял предложение Дениса Паслера о визите в Оренбург. Губернатор области ответил блогеру и теперь они обсуждают детали поездки. Напомню, блогер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте пост о том, что едет в Челябинск. В комментариях оренбуржцы стали просить Артемия Лебедева посетить и наш регион. В их числе и глава Оренбуржа Денис Паслер. Блогер сообщил, что с радостью посетит Оренбург и уже даже написал губернатору в инстаграм, но ответа так и не получил. Как сообщили в областном правительстве, Артемий Лебедев и Денис Паслер уже связались и обсуждают детали визита блогера в Оренбург. Возможно, блогер посетит и другие города области. Отметим, Лебедев был в Оренбурге несколько раз. В апреле этого года он даже перечислил средства на ремонт особняка в Базулуке. На этом у меня все. С вами были новости на городском телеканале ЮТВ. Еще больше новостей узнавайте на нашем сайте ЮТВ.ру, телеграм-канале или в инстаграм-аккаунте ЮТВ Орен. Также вы можете позвонить по нашему номеру телефона 430045 и задать любые вопросы. С вами была я, Ванаса Петерс. Оставайтесь на ЮТВ.